да под капотом легендарный с 62 нежно как с женщиной вот так чуть-чуть и она пошла это любимая тема ильича все да я поглажу и поглажу прощай красотка прощай на почему почему прощает всем привет любые друзья ассалам алейкум братья и сестры мархаба пацаны шалом израиль сейчас я еду встречаться со своим другом и мы будем наблюдать очень интересную классическую на сегодняшний день уже машину машину но все остальное я вам сейчас покажу и расскажу машина кстати за последние годы очень сильно стартанула в цене практически в два раза она умножила с 2000 где-то 10 года вот так все я подъезжаю до встречи привет я как я справа чудово ну что у нас сегодня вот такая вот чудовая бмв м5 и 39 мы ее нашли как обычно в старом-старом гараже давай расскажи пожалуйста за нее что ты о ней знаешь вообще откуда это чудо-юдо ну данный автомобиль не нуждается в представлении поклонники баварской марки прекрасно знакомы с м5 кузове 39 но для остальной аудитории пожалуй стоит кратко рассказать о ней м5 кузове 39 выдающийся седан бизнес-класса в исполнении м подразделения бмв на момент выхода м5 она являлась самой быстрой машиной в мире то ладно в своем классе да сегодня она занимает центральное место в коллекции любого ценителя немецкого автопрома серьезно теперь давайте посмотрим а потом дальше поговорим хорошо потому что мы сейчас будем рассказывать этой красотке очень очень долго вот такая вот м5 сейчас посмотрим пробег посмотрим на ее внутри сразу могу сказать пробег очень маленький пробег очень маленький кто-то ее мог запомнить недавно кто смотрел видео по вот это вот названию который который кто-то начеркал о пыли немножко ее поцарапал вот такая вот вот красивая машина большой слой пыли как обычно потому что автомобиль практически не эксплуатируется вообще иногда выезжает прогревается и все и все мишелин все как положено слышишь так что у нас здесь оптика все как новенько слушай ну вообще замечательно ну что давай посмотрим шо под капотом у нас она помоги пожалуйста на руку неудобно за под капотом легендарный с 62 м мотор в 8 400 лошадиных сил очень эластичный с низов отлично подхватывает поэтому машинам довольно комфортная для эксплуатации в городском режиме этот этот мотор старался также на z8 на z8 до слышь подожди вы 8 а были в 10 еще в 10 следующего поколения следующая да уже следующий году и 63 а понятно понятно нашу давай сейчас чуть-чуть посмотрю что у нас здесь творится чтобы сохранить эту красоту цели как все хорошо номер кузова бачочек все чистенько все как положено где у нас цвет указывается здесь наклейка наклеечка цвета да он наклеечка интересно сейчас кто угадает какой здесь пробег а ну напишите посмотрим получилось ли справиться у вас с этой задачи до того как мы дойдем до пробега но что тут больше нечего смотреть красавицы отличное сердце давай закрываем пошли посмотрим багажник что у нас здесь класс что у нас здесь все чистенько что то такое из-за прикола здесь как раз табличка которая показывает как укладывать сумки для гольфа серьезно конечно да еще все владелец еще и гольфист машина создавалась для любителей гольфа главное что никак я не анонист супер слушай сиди ченджер дано что-то еще лампочка заморгала а это навигация сюда не вставляется скорее всего ну ладно не будем трогать класс предохранители а вот 10 ченджер видишь спрятался здесь аккумулятор все по подожди здесь просто баллон дошел класс особенность бмв м5 и 39 потому что ты только если мы говорим про 39 кузов что у них интересно расположен аккумулятор как раз здесь по центру расположен и самое интересное что подыскать правильный аккумулятор сложно потому что у них вот четко идет в ниша и не все аккумуляторы в эту нишу становится то есть рекомендуется брать никто хочет сзади поставить трубы вот эти не у всех получится потому что я помню у меня было 540 39 кузов я хотел 7 5 поставить трубы но не получилось там аккумулятор днище такое квадратное и в общем да из-за того что до специально проработали место для кому вот тут все я думал не все такой легенький а нет у нас получается аварийки но так самый основной ключик это на 10 все пошли машину посидим посмотрим там и запах запах сразу такой сильный запах пошел бмв кожа класс седан да слушай какая кожа алькантара кожа блин качество конечно просто супер на да по старались а кожа какая посмотрел торпеда качественно сделано блин а вот это вот вот она кожа вот она руль какой супер давай наверно может заведем ее попробуем эту жарковато у нас тут давай пониже делай темпу или это сколько у нас это у нас американское исполнение до фаренгейтах сколько у нас пробег 51 758 километров вот теперь все увидели в принципе уже гадать не нужно стекла одинарные динарные не на прелесть честно что можно сказать еще хоть мы открывали уже посмотрели мотор да но это как раз является особенностью м5 как раз особенностью м5 является атмосферный в 8 как я уже сказал прекрасно тянет снизу фантастически звучит ручная коробка передачи феноменальной четкостью переключения прошу обратить внимание дарит ни с чем не сравнимое ощущение удовольствие от управления автомобилем да что можно сказать про машину это прекрасный автомобиль для автобанов очень комфортный вместительный семейный автомобиль хоть это и спортивная версия жесткости не ощущается отличные 18 диски позволяет в принципе комфортно себя чувствовать практически на любые дороги машина не создана для треков не создан для того чтобы крутить бублики основное предназначение это вести человека с комфортом из точки а в точку б что можно сказать как раз вот по цене да многие интересуются я думаю удивлены потому что разбег цен на них очень большой сегодня на рынке можно купить за 15 тысяч долларов м5 и 39 ну сразу я влезу ушатанную в которую ребята если вам не повезет вы вложите еще 15-20 если это если делать более-менее качественно это более-менее это еще не сделают лучше сразу купить хорошую более-менее нормальные экземпляры нужно стартовую цену умножать в три раза а вообще вообще цены на них идут вверх последнее время последние пять лет стартует мама не горюй практически ну есть экземпляры все зависит естественно там от комплектации состоянии но и до 100 тысяч долларов и тут суши ну вот эту машину я оцениваю по шкале ретро и лич я ее оцениваю ну где-то в районе 50 60 тысяч вот так плюс минус 50 60 тысяч ну хорошая машина ну блин ну что тут сказать ну свежак но нахера брать за 5 за 15-20 ушатаную в дребезги вареную битую не мытую в общем и вложить туда еще 20 это минимум будешь понимаешь да не будет еще будет новый наш да и она будет все равно не новая вот как ты садишься сюда и получается ну 20 плюс 20 уже 40 это это неизвестно что будет с ней дальше потому что все таки в двадцатку двигатель тут не дешевый двадцатку можно не вписаться ну тираж тираж м5 и 39 чуть больше 20 тысяч экземпляров несмотря на достаточно большой большое количество упущенных автомобилей найти ну по крайней мере в нашей стране с маленьким пробегом в отличном сохране автомобиль практически нереально и ну и по миру да и по миру уже мало это я помню 2000 сейчас расскажу тоже хотел за 2008 год вроде были девятый когда я пригонял 540 е39 в универсале я мог купить кстати е39 м5 но я хотел универсал они только шли пятьсот сороковые тогда уже цена была тысяч 15 10 но смотря какое состояние 10000 до примерно более-менее это восьмой год что все блестит что тут говорить но машина в очень-очень хорошем сохране очень добротная с прозрачной историей кстати вау это любимая тема или ничего шо там что-то давай сейчас родом какая музыка кто какую заказал чуть-чуть вот так вот нежно как с женщиной вот так чуть-чуть все и она пошла так сейчас мы чуть-чуть проедем прекрасно работает механическая коробка великолепно просто кулиса четко доставляет прям удовольствие и мягкой хорошее сцепление можно правильно дозировать конечно машина то наш самый правильный рецепт для фанатов для ценителей настоящих автомобилей от нас атмосферный мотор в 8 коробка механическая такой кайф который как бы не передать словами ты понимаешь таких машин сейчас уже не делают в чем фишка смешно а если ему предложить сейчас 40 40 продаст теории можно попробовать торговаться конечно почему нет это если он не понимает выночную цену автомобиля да марита будем надеяться машина не жесткая да по неровностям едем и она довольно хорошо будет приятно смотри послушай звук как он работает а какой приятный звук а ага это так как звучит в 8 атмосферка с 62 ох это фантастика просто это фантастика четенько передачки заходят в свои позиции ой это удовольствие они да вообще бомба просто звук потрясающий мягко так идет вообще просто да сказка сказка давай за 40 уговорим его давай 2 держим на всякий случай вдруг начнет буксовать хорошо сможем сможем предложить хорошо хорошо правильно да даже за 42 я считаю что эту машину может быть я считаю но вы не 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 ну конечно человек нет но не она если она ну от вы в все все Семья у нас винистся, что это? Чуть-чуть, наверное, чуть-чуть. Да-да, хватит, сейчас 2 метра. Чуть-чуть ждет. Вау! Какой плавный ход. Супер. Очень-очень. Е39 вообще в целом, это потрясающий автомобиль. Это просто жесть, это... Е39 просто потрясающий автомобиль, а М5, ну это... Это мечта. Это звезда. На вершине. Так, ну хорошо, что посмотрели, давай разговаривать идти. Правильно, что нам делать? Вариантов у нас нет, надо вести диалог. Какой-то повседневный диалог, это самое главное. Да. Все, пошли. Пошли. Мы были золотой эпохи БМВ. Да. Все. Да, я поглажу ее. Погладь. Прощай, красотка, прощай. Почему? Надо говорить до свидания. Почему прощай? Серьезно? Ну конечно, до свидания. До свидания. Мы же ее, может быть, изберем? Да. Поехали. Пока. 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 Пока.